Баскетболисты, всем привет! Как же я обожаю напряженные концовки. Эти доли десятых секунды. Это невероятно раскаленная атмосфера, когда скандируют трибуны, а ты как будто бы вместе с игроками на паркете переживаешь этот момент. Как на мой взгляд, друзья, это одна из главных причин для того, чтобы хотя бы начать смотреть матчи с лучшей игрой с мячом. А как считаете вы? Напишите, кстати, в комментариях, за что вы любите баскетбол и благодаря чему или кому вы познакомились с этой игрой. Ну а сегодня мы посмотрим на эпизоды, когда у игроков NBA все же не выдерживали нервы, и в концовках матчей они, видимо, от слишком большого желания вырвать победу начинали фалить. А вот к чему это приводило, мы сегодня будем разбираться. Погнали смотреть! Рюкзаки от баскетбольного бренда ComBasket однозначно та вещь, которая способна существенно облегчить твою жизнь с путешествиями на тренировку или сборы. Ведь это только высококачественные материалы, потрясающий дизайн и поразительная вместимость, мяч-семерка, кроссовки, форма, полотенца. Все это помещается в рюкзаки ComBasket без каких-либо проблем. Ссылочки на всю эту баскетбольную красоту ты, конечно же, найдешь в описании. Переходи и выбирай действительно баскетбольную экипировку. Итак, открывает наш выпуск Джошуа Смит и его слишком уверенно-бесхитростный проход против Лейкерс и вовремя подставившегося Ника Янга. Если немного разобрать этот момент, то можно заметить, что после того, как Смит выбегает на дугу и грамотно убирает на показе Мэнни Хэрриса, то, пойдя в проход, он совершенно отключается и в упор не замечает ни смыкающихся против него Газоля и Янга, ни свободного Кайла Синглера, который был не только открыт, но и находился, как на мой взгляд, в гораздо более выгодном положении для броска. Далее, у нас идут сразу два момента с участием Кармела Энтони. 2011 год, первая игра первого раунда плей-офф против еще большого трио из Бостона. Несмотря на то, что в этом эпизоде время для исправления ситуации по меркам NBA у Кармела, в принципе, могло остаться, все же действовать настолько открыто против Пола Пирса, тем более, когда твоя команда ведет в шатке плюс один и владеет мечом, было крайне неверно. Но если в противостоянии с Бостоном у Мэлла в запасе оставалось хоть какое-то время, то вот во времена, когда он еще защищал цвета Денвера, все было совсем иначе. Получив мяч из-за боковой, глядя на таймер, который показывал всего 4 секунды, Энтони решил, что завершать атаку будет именно он. И надо сказать, что Джефферсона Кармела достаточно легко переиграл еще на ногах, но вот то, что под кольцом его поджидает хитрый Дженобили с фирменной европейской подстановкой, для лидера Наггетс оказалось сюрпризом. Затем давайте посмотрим на еще более обидную ситуацию, главным героем которой стал Блэйк Гриффин. Абсолютно ничтожные 0,6 секунды в обычной жизни, на паркете, как мы знаем, могут решить многое. Так бы получилось и здесь, если бы не обиднейший фол в нападении от Блэйка Гриффина. Движемся далее на совершенно магическую концовку в противостоянии между Торонто и Сакраменто. Почему магическую? Смотрите, вам сейчас тоже показалось, что сфалили на Лаури, и по идее он забил невероятный Энд-1. А если посмотреть внимательнее, теперь может показаться, что уже сначала фалил Лаури, пытавшись освободиться от опеки. Но на самом деле, если немного замедлить момент, то можно увидеть, как МакЛэмор сам пролетает мимо Кайла, просто подскользнувшись. А вот незащитное попадание с фолом в данном случае стало большой судейской ошибкой. Ну и наконец, завершает сегодняшний выпуск Джеймс Харден с эпизодом двухнедельной давности в игре против Бостона. За 11 секунд до конца Смарт получает из-за боковой, отдает на Тейтума, и тот уверенно колотит два очка. Но затем начинается самое интересное. Вообще, те, кто смотрели игру целиком, знают, что до этого момента у игроков Хьюстона вообще не получалось выбросить из-за боковой, и из-за лицевой тоже. Потому что кельты держали их настолько плотно, насколько это вообще было возможно. То же начинается и здесь. За 7 секунд до конца Харден начинает активно толкаться со Смартом, хотя Ариза и не собирался выбрасывать ему, за что получает первый фол в нападении, и как следствие два очка от Бостона, из-за чего кельты вырываются вперед на одну очко. Но у Рокетт еще есть в запасе время. Но что творит Харден? Он снова фолит, вновь отдав право на владение Бостону, как в принципе, и победу в этом матче. Ну что ж, баскетболисты, на этом наш выпуск подходит к концу. Но прежде чем мы попрощаемся, во-первых, я хотел бы поблагодарить всем вам известный сайт slamdunk.ru за информационную поддержку нашего канала. Ссылочка, если что, на сайт есть в описании. А во-вторых, пасхалочку в виде мячика ведь никто не отменял. Поэтому, как обычно, предлагаю вам ее отыскать и написать верный тайминг в комментариях. Ну и само собой, не забывайте о ритуалах Ютуба. Со всякими колокольчиками, подписками и лайками, если ролик тебе понравился. Услышимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok